Я саженцы не покупаю. Весь смородину, сжимолость, да даже розы с пионами вы можете получить абсолютно бесплатно. В этом видео я расскажу вам, как выбрать идеальные черенки и поделюсь секретом, благодаря которому может укорениться практически любое растение. Я покажу вам, как правильно нарезать черенки, в чем их замочить и как правильно их вырастить. А также расскажу о том, как получить собственную коллекцию флоксов из личного опыта. А сейчас, собственно, я расскажу вам, что же такое зеленое черенкование. Итак, зеленое черенкование – это размножение растений при помощи полуодревесневших черенков. Еще можно сказать зеленых. Дело в том, что есть еще черенкование одревесневших черенков. Его проводят обычно осенью и таким способом очень много размножают смородины. Но бывает так, что осенью вам не с руки искать смородину, а такие кустарники ягодные, как жимолость, такие кустарники, как розы, ива, их лучше всего размножать именно сейчас, пока черенки не одревесневшие, зеленые. Почему? В это время идет очень активное образование корней. Буквально в течение двух недель корни образуются. И дальше уже идет развитие нового растения. И к осени вы можете получить хороший развитый саженец. На следующий год высадить его на постоянное место жительства. Что такое зеленое черенкование? Это черенкование при помощи зеленых полуодревесневших черенков. Полуодревесневший – это значит, что он не мягкий, как тряпочка. Вот посмотрите, кончик побега я могу два-три раза навернуть на палец. Такой черенок непригоден. Полуодревесневший – это тот, который сгибается, но он упруг. И при сгибании вы можете услышать легкое похрустывание. Это значит, идет образование древесных волокон. Это самый лучший период для того, чтобы их укоренить. Итак, хороший черенок, не мягкий, как тряпочка, которую вы можете накрутить на палец. Слегка упругий и немножко потрескивающий. Какие растения можно размножать зелеными черенками? В первую очередь, это различные кустарники. Ягодные. Это смородина черная, красная, белая. Кстати, белая смородина – это та же красная, только сильно бледная. Это декоративные кустарники. Кстати, актинидия тоже прекрасно размножается черенками, и именно зелеными черенками ее размножают. Это декоративные кустарники. Всеми нами любимые розы. Это сирени, это жасмины, это дерен, пузыреплодники и множество других декоративных лиственных, декоративно цветущих растений. Даже наши любимые пионы и флоксы размножаются тоже зелеными черенками. В чем плюсы зеленого черенкования? Дело в том, что оно проводится в тот период, когда вы видите качество маточного растения, того, с которого вы возьмете черенок. Если это роза, вы четко видите ее цветы. Если это ягодные культуры, вы видите их плоды, и вы можете быть стопроцентно уверены в результате. Сегодня с вами мы будем, кстати, черенковать розы. Здесь у меня Томас Грехом, я хочу себе. Очень красивые розы, потрясающее цветение. Вот эту красавицу, этикетку потеряла, забыла. А также смородину и иву. Еще маленький секрет. Я очень люблю размножать хвойные. И их в это время тоже можно почеренковать, но об этом чуть попозже. Итак, что нам понадобится для зеленого черенкования? Во-первых, это очень острый, хороший секатор. Мой выбор, вот я уже пользуюсь им второй год, я очень довольна. Это секатор с нержавеющими лезвиями. При этом не происходит окисление сока, очень хорошо держит заточку. А вот именно заточка – это залог того, что у вас образуется хорошая корневая система. Итак, инструмент острый, чистый, стерильный, можно сказать. Второй момент – это корнестимулятор. На основе индолил масляный, гетерооксина, любых других корнестимуляторов. И здесь маленький секрет. Чем сложнее культура в укоренении, например, сирень, тем дольше нужно выдерживать в растворе стимулятора корнеобразования. Например, некоторые сорта сирени нужно выдерживать до суток. Нарезанные черенки, чтобы они потом хорошо укоренились. И грядка – череночник. Специально подготовленная грядка, где вы будете высаживать черенки. Почему специально подготовленная? Не просто хороший тенистый уголочек. Дело в том, что сама, когда я начала размножать растения, я очень люблю флоксы, и при случае, если мне дарят букет, или я у кого-то увидела и попросила веточку цветущего флокса, я старалась его тут же размножить. Так вот, прекрасно подготовленный череночник с великолепной рыхлой воздухопроницаемой почвой все я туда сажаю, накрываю, затеняю, поливаю, все поддерживаю. Идет активное укоренение, но я упустила один момент. Я не защитила от кротов. Буквально на третьей неделе, когда уже пошло образование корешков, когда пошел рост побегов из почек, в мой череночник забрался снизу крот и прошелся ровно под рядами моих флоксов, моих барбарисиков и прочих декоративных растений. И когда я это обнаружила, было уже поздно. К сожалению, растения подсохли, и вернуть, так сказать, к жизни получилось немногих. Поэтому прежде чем высаживать черенки, подготовьте череночник, положите на дно противокротовую сетку или обеспечьте другие способы защиты от этого животного. С одной стороны, полезного, с другой стороны, что не говори, вредителя. Почва для череночника должна быть легкой и воздухопроницаемой на основе торфа с добавлением песка, либо перлита. И еще один маленький момент. Сейчас во всем мире идут исследования о том, что практически все растения в мире образуют микоризу. Не только березы с подберезовиками и осины с подосиновиками образуют микоризу, но даже наша смородина, розы, пионы, даже, говорят, однолетние растения, способны образовывать микоризу. Кстати, сейчас даже у ученых есть понятие о таком природном растительном интернете. Есть исследования, подтверждающие, что растения при помощи микоризы образуют эдакий растительный интернет, благодаря которому передают при помощи биохимических сигналов информацию от одного растения к другому, от одного растительного сообщества к другому. Так вот, микориза – это не просто какая-то прихоть. На самом деле, это очень важный элемент жизни любых растений, любого сообщества, благодаря которому выгоду получают все – и грибы, и растения, которые получают, и питание, и поддержку, и нужные им вещества. И я здесь вам советую профит микоризные грибы. Приготовьте раствор, пролейте заблаговременно почву и можете сажать. Когда корешки образуются, их уже будут ждать микоризные грибы, которые помогут сформировать мощную корневую систему и отличную надземную часть. И, конечно, заготовьте нашу любимую сенную палочку. Куда же без нее? Дело в том, что микориза – это симбионт. Ее задача – поддержка корневой системы. А сенная палочка нам нужна для того, чтобы наши черенки не заболели, чтобы предотвратить заболевание, загнивание. Поэтому приготовьте все, что нужно – секатор, череночник, хорошую почву, корнестимулятор и биопрепараты, и тогда у вас будет стопроцентный эффект укоренения. А сейчас мы с вами рассмотрим, как же правильно нарезать черенки. Итак, сейчас мы будем с вами черенковать смородину. Сорт «Селечинская-2» – прекрасный сорт, очень вкусный, крупный, с тонкой кожицей. Я его просто обожаю. Это идеальный сорт, я считаю, смородины. Для черенкования мы выбираем хорошие полуодревесневшие побеги. Лучше всего брать черенок из средней части. Здесь самые лучшие почки, самое лучшее состояние древесины. Не древесневшую верхушку или поврежденную болезнями-вредителями мы удаляем. Нам она не нужна. Черенок собой представляет кусочек побега с двумя-тремя узлами. То есть узел – это то место, где прикрепляется почка и листик. Вот он. Смотрите. Вот именно из этой части мы возьмем себе черенок. Здесь будет у нас три почки. Над верхней почкой мы делаем срез на высоте чуть ниже сантиметра. Срез должен быть прямой. Благодаря этому уменьшается площадь испарения. Под нижним третьим листом мы делаем косой срез. Желательно, вот смотрите, чтобы длинная часть этого среза была обращена к почке. Не вот так вот, видите, где у нас почка, как срез будет, а вот так. Так идет лучше укоренение, так почка больше защищена. Небольшой пенечек оставляем, косой срез. Нижний лист удаляем полностью. А оставшиеся листья мы укорачиваем, уменьшаем листовую пластинку наполовину. Это нужно сделать для того, чтобы уменьшить испарение. Ведь пока не образуется своя корневая система, листья будут испарять очень много влаги. Пока мы нарезаем черенки, ставим их в воду. Если растение трудноукореняемое, то в эту воду желательно добавить немножко стимулятора. И пока вы это все нарезаете, черенки будут им напитываться. Так, где у меня еще один? Вот, видите. Еще один черенок, который я хотела бы размножить. У нас есть очень красивый махровый ароматный жасмин, но куст выглядит неприглядно. Я хочу получить несколько кустов. Срезала вот черенок. Вот прекрасная часть, видите, полуодревесневшая, зеленая. Здесь уже одревесневшая часть, и она поражена болезнями. Я ее удаляю. Итак, здесь у нас, видите, листья расположены супротивно. Поэтому под нижней парой листьев косой срез, нижние листики удаляем. Вторую и третью пару укорачиваем наполовину. Над верхней парой делаем прямой срез. И вот так. Вот у нас идеальный череночек для укоренения махрового ароматного жасмина. Ну и, Ива, невызревшую часть сразу отбрасываем. Под нижней почечкой делаем косой срез. Вот здесь уже листики удалились сами. Вот эти листочки я укорачиваю. Точно так же я делала со своими любимыми флоксами. Для меня флоксы – это ассоциация с моей бабушкой. У нее было всего два сорта. Самых таких первых, наверное, которые появились когда-то у нас в стране. Сирень сиреневая и сирень белая. И с той поры у меня ассоциация всегда запах флоксов и моя любимая бабушка. Которые эти флоксы росли под окном, буйствовали и радовали. Так, здесь тоже аккуратненько подрежем. А вот Ива эта мне нравится тем, что она вносит очень красивый цветовой акцент летом у нас в саду, где полно, слишком много зеленого. А здесь вдруг раз, и такой красивый желтовато-бело-розоватый оттенок. Поэтому я хочу ее сделать побольше. У нас участок влажный. Для Ивы здесь очень хорошие условия. Раз, два, три. Три узла я оставила. Не смотрите, что такое маленький. Маленький, но удаленький. И на время в водичку. Сейчас мы нарежем их, заготовим. И розы. Очень красивая роза Томас Грехом. Вы видите сразу, какая она будет. Очень хороший черенок, здоровый, без признаков болезни, что немаловажно. Если вы возьмете черенок, который имеет признаки разных листовых пятнистостей или, не дай бог, язв на побегах, такой черенок или заболеет и засохнет, или даст такое же больное растение. Итак, черенок у нас соответствует всем требованиям. Верхнюю часть мы не используем, мы удаляем. Прости, Томас, но это надо для науки. Берем среднюю часть. Под нижним листом, как положено, косой срез. Нижний листик удаляем. Вот у нас два хороших листика. Укорачиваем. Прямой срез. Стимулятор. И еще один череночек будет. Раз. Знаете, только первое время кажется, что это очень сложно. Потом нарабатываешь руку, набиваешь, и все идет как надо. Ну и вот эта очень красивая розовая роза, супер махровая, дает длинные плети. Она у нас первый раз цветет. Я хотела бы, чтобы она цвела не только в одном месте. Еще, возможно, арку сделаем. А для этого ее нужно размножить. Раз, два. Нужно ли удалять колючки на побегах? Я иногда удаляю, иногда оставляю их. Но в нижней части я все-таки колючки стараюсь удалить. Я заметила, в таком случае оно лучше укореняется. Так, вот наша красавица розовая. Роза. Попробуем еще вот из этой части что-нибудь получить. А вдруг получится. Смотрите, какой красавец. Итак, мы подготовили наши черенки. Они здесь находятся в растворе с гетероуксином. Они будут выдержаны около получаса-часа. А мы сейчас с вами пойдем подготовим череночник и посадим туда наши черенки. Потому что мало подготовить череночник, мало нарезать черенки. Нужно знать, как их посадить правильно, чтобы растение хорошо укоренилось. В подготовленном череночнике здесь уже все, что нужно, внесено, защищено. Вот. Мы высаживаем наши растения. Окунаем нижний срез черенка в корне-стимулятор. Опудриваем. Погружаем в почву до основания первого листа. Можно даже мельче чуть-чуть. Наша смородина. Вот. Жасминчик. Наша ива декоративная. Дико декоративная ива. Ее размножим побольше, чтобы разбавить немножко однотонную зелень чем-нибудь более пестрым. Следующий момент. После посадки обязательно проливаем раствором сенной палочки. Микоризу мы туда уже внесли, когда готовили почву. Обязательно накрываем посадки. Если их немного, можно использовать разрезанную пятилитровую бутылку. Но если у вас объемы солидные, значит надо делать специальное укрытие из пленки. Либо покупать специальный парничок. Накрываем наших товарищей. И не забываем регулярно поддерживать высокую влажность под укрытием при помощи обычного пульверизатора. И, конечно, затенения. Через две недели начнется образование корней. И с этого момента, помимо того, что мы регулярно опрыскиваем, не забывайте еще начать и закаливание. Можно просто приоткрывать пробочку, периодически приподнимать укрытие, с тем, чтобы растения адаптировались. О том, что идет укоренение, о том, что у вас все идет как нужно, говорит то, что из пазух листьев, из почек просыпаются побеги и начинается активный рост. После того, как ваши черенки укоренились, вы можете их оставить на этом месте под зиму. Только не забудьте их хорошенько укрыть при помощи мульчирующего материала, соломы старой, лапника и так далее. Либо, если это действительно мощные растения сформировались, вы можете пересадить их на постоянное место жительства и опять же укрыть. Обязательно. Для таких растений первого года жизни укрытие необходимо, чтобы они хорошо перезимовали. Вот таким нехитрым способом вы можете получить любое количество понравившихся вам растений абсолютно бесплатно. Ну а с вами была Юлия Кондратенок и Процветок. Заходите в наши магазины, ставьте лайки, смотрите наши сюжеты и, конечно же, спрашивайте, задавайте вопросы, предлагайте. А мы постараемся помочь вам в этом нелегком деле выращивания собственного сада. Субтитры создавал DimaTorzok